Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 27 марта, день Венедикта. В этот день православная церковь отмечает память преподобного Венедикта Нурсийского. Именно он стал родоначальником западного монашеского движения и написал «устал», был строгим подвижником, отличался особой святостью, творил чудеса. В народе этот день называют еще и Федотом-скотником, потому что у животных начиналась сезонная линька, скотину выводили во двор на весенний воздух, чистили, заговаривали от лихого глаза и от болезней. В народе этот день прозвали Федор-скотник. Приводили в порядок помещение, где содержалась скотина. Заодно проводили самые разные обряды, которые позволяли сохранить здоровье домашних животных. Так скотине на шее сегодня вешали обереги, которые защищают от сглаза и порчи. И приговаривали «Федота в день не ленись, скотинки поклонись». Раньше на Руси никогда не говорили «домашние животные», всегда только «скотина», за которой надо было ходить и внимательно присматривать. Оттого и говорили «скотинку водить, не разиня рот ходить». Самой полезной для хозяйства была корова. Корова во дворе, харч на столе. Приметы. Снег быстро тает, и на улице заметен туман к ненастному лету. Сегодня нельзя точить ножи, охотиться и колоть дрова. Это к беде. Если сегодня морозный день, холода неделю простоят. Если прогремел гром на Федора-скотника, лето будет урожайным и теплым. Нет разлива, лето будет засушливым и жарким. Нельзя сегодня смотреть в зеркало до захода солнца, к беде. А пожилым людям и после захода. Это может привести к скорой смерти. Поэтому зеркала сегодня завешивают тканью. 21 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас в самое приятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Редактор субтитров А.Семкин